Покажут ли... О, нет, я видел Дайса, просто ракурс... В прошлый раз был у него, как Иван Васильевич меняет профессию. Это же... О, и показывают Хэппича! Камеры работают, ребята! Это, конечно, добавляет погружения. Оба с олбами. Оба такие серьезные. Хэппи схуднул. Ну, еще бы на ГГ не стримит. Там... Столько подписок было. О, столько донатов. Но это на здоровье, на самом деле. У Хэппи тоже обои. Это хорошо. Что-то нас объединяет. Почти одинаковые. Но шансов нет никаких у Дайса. Так что, если вы думаете, что у Эльфа можно поболеть за него, берегите нервы. Не стоит. А, в Эппу слева, подождите, там же... Так, я чатик, куда мне прыгнуть? Ой, 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 ой. Места-то нет. Ладно. Мы знаем, что второй герой у Хэппича будет лич с хорошими артефактами. Какие артефакты, я вам просто расскажу и все. Ну, некуда ставить чатик. Без чатика я не хочу. Я скорее чатик оставлю, а Хэппи уберу. Ну, вы понимаете. Так, погнали. О, а почему не добил? Там же хватало... Не, не хватало, видимо, Хэппи. Почему-то Обс не показал нам. Количество здоровья у Огра сразу вопрос к компетенции этого упыря. Потому что Акалин же не просто так не замахивался. Стало бы, там было больше десятки. Колечко, колечко, колечко. Ну, через козла играет Дайс, как вы видите. Побежал, соответственно, висп. ДК второй. И... Оп. Раз замах ложный будет, ложный замах. Не повелся Дайс. Ложный замах не повелся Двас. Ну, Арча пришла битая. Пффф. Ну, начала уже никакое. И еще не дисплей виспа. Все, поплыл. Сколько прошло времени перед тем, как поплыл? 3.30. Неплохой результат. Некоторые плывут раньше. Но... Попадание в игру не писал или там без вариантов? Нет, там можно зайти, я думаю. Ну, то есть, там товарищи говорили, что можно. Но... Я спасал землю, мне некогда было. Простите, пожалуйста. Все. Ну, минус... Минус телепорт. Ну, я бы вышел. Ну, то есть, начало... Очень сильно подкачало. Дайс молодой, а неопытный ставит экспант. Не, ну, в первом матче я вам говорил, что там... Там 3-0. Ну, это... Ну, либо 2-0, либо 3-0, в зависимости от best of. То есть, тут просто другой уровень. Сейфли, это сейчас еще посмотрим, сейфли или не сейфли. Сейчас он тебе устроит. Расскажешь, что задай, с чем мы уйдем. Я очень плохо его знаю. Мы смотрели некоторые игры, у него мирор неплохой эльфийский. Но... Но больше не знаю, ничего. Фанк, привет. Мишкер, Часик, Варкрафт 3, огонь. Проверил сейчас Хапач, увидел экспант. Но гульки, к сожалению, уже отступили. Просто в той ситуации, когда у него здесь 8 гулек было и ДК второй, он, в принципе, мог и ворваться в экспант. Потому что у козла тогда было только 3, максимум 4 арчи. Егор говорит, а смысл смотреть, как Хэппи Пинейт нубов? Да меня достали просто в чате. Типа, будешь длимхак стримить? Будешь длимхак стримить? У меня там ответственная миссия, я не хотел отвлекаться. Потому что там нельзя торопиться на ответственные миссии. Поэтому я решил, что все-таки надо выдохнуть и переключиться на варик. Просто бы достали. Уже начали подходить за полчаса и спрашивать. Хотя первый матч я абсолютно... То есть что мы не видели вот здесь вот? Расскажите, козла мы не видели? Как Хэппи убивает эльфов? Сантривард великолепный, великолепный артефакт. К овцу убей, ну что-то она мешает. О, гиппосы. Интересный муф. Ну карта такая. Здесь можно гиппосами зачистить. А, может быть это вообще фейрики. Гиппосы фейрики. Старая добрая. Ну на голосовалке у кого... Ой, какой койл хороший. Вообще и тролля можно убить. Бедный, бедный эльф. Ну и у вас с фаста 3, с первыми финдами, с сеткой там 3-4 финда. Его должны просто убить. Блин, надо убирать... Давайте не играемся с голосовалками, пожалуйста, друзья. Потому что приходится мне в чатике убирать. Минус арча. Вплекаюсь. Лича пробивают, но там есть койл, маны. Лича... Что? Это было очень опрометчиво. Там невозможно было настолько рассчитать. Это мог быть минус лич. Немножечко... Завтыкал хапач. Да, если я не трону тренировал, может, сейчас тренирует. Да, кажется, слышал что-то об этом я... Но, по-моему, это выглядит абсолютно хоррендово. И причина, почему мы не смотрели этот массовый аэр-стайл, или мы думали, что мы его увидели так много, это потому что это были нервы. В последней балансе патча. Безусловые дамы фэри-драгона были увеличены от 13 до 12. Это может не быть большим изменением, но это изменение, которое будет увеличивать дамы фэри-драгона, которые должны быть действительно массовыми, после первого инициального хипо-райдера. Играть... Короче, тот рассказывает про то, что перестали играть в массовый аэриков, потому что им дамаг якобы порезали в патче, и, о боже, теперь это не получается. Но правда в том, что эльфы перестали играть после того, как андеты научились. Казар поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает, да, сберет карту, с тебя гг плюс, нет, я рандому даю. Отлично, вообще, спасибо за прямачок. Эльфы прекратили играть в масс-эйр, после того, как андеты начали стабильно контрить эту всю тему. Патч прилетел через несколько месяцев после этого. А, телепорта нет? Ну тогда плати. Все, здесь игра может закончиться. Правильно решил, что продает... Ну, ребят, одна атака сейчас будет. Вот, вот, приходит сейчас вот с... Треть финн должен еще выйти. Хэпич приходит, убивает эльфа на нычке. Не знаю, почему он идет сейчас не в атаку. Вроде как должен это делать. Фрэнди делает. Я не знаю, сейчас вот очень много беготней страны у Хапача. А, он нычку ставит. Даже так. Можно так, если он уверен в такой сейфовой игре. Наверное, да. Тогда есть окошечко у Дайса. Он может каким-то макаром через те же самые залетания. Это классика. Но... Там могут поймать летающих. Надо аккуратненько Дайса быть. Кажется, Хапач абсолютно... Ну, он знал, что будет вот такие разводы. И... Да, возможно, это самый адекватный ответ, кстати, на такой хара с эльфами. Мало финдов просто. Да там особо много не нужно. О, да, из 1к на руках, почему не уходит из лимита? Ну, чтобы в апкип не выходить. То есть, если ты уверен, что ты можешь развлекать человека, ну, или, например, он ставит базу, а ты не собираешься ее пушить, или ты собираешься к нему залетать, то это как раз повод посидеть на лимите 50. Но сейчас, видимо, Дайс увидел, что там экспант, и понял, что если он будет сидеть, он досидится до... Мне нравится, как Дайс аккуратничает. То есть, он реально мог уже проиграть пару раз. Если бы совершил достаточно типичный, даже для топовых игроков, блин, ошибки с этими, с списыванием за кипогрейфы, например, Фогги часто любил такие вещи делать. Да, выходит из лимита и Дайс, и Хэппи. Там лечевка почти третья уже. А, он только сейчас понял, что там экспант. Видели, да? Очень хорошо спасает людей Любопытно, любопытно То есть, потому как он увидел бегущего Акалита вправо Понимаете? Стало понятно, что он не знает об Экспе Только вот узнал, вот только-только И сейчас почти последний шанс у Дайса А у него ни одного свитка нет под лимит дракончиков Это очень странный момент Все, он накидывается, 58-69 Пытается неплохо фериков расконтролить Хотя свитки здесь не особо нужны, я согласен Потому что тут Дайс неплохо сражается на самом деле Что делает? Дистра пытается Минус ферик, третий Став нужно на этого Гиппогриф сейчас потеряет Ой, молодец Еще справа гиппосы ставь Да ладно, Дайс очень хорошо посражался Он в плюс разменялся Блин, Дайс молодец Сейчас, правда, минус 8 лимит, потому что не доконтролил Плюс 10 лимита, но этого не очень хватает, если честно Сейчас, правда, минус 5 А, нет, со вторым ты не можешь догнать его никак Да Да, Дайс показывает Очень хорошую игру С лесом проблемы, правда И сейчас Хэппич очень быстро отстроится Ой, грамотное решение Сразу на фонтанчике подлечиться И Дайс молодец Дайс молодец Козел, правда, сейчас улететь может сразу Алхимик Кельтолазские запоги Что? Ой, козел, аккуратненько Козел Ух ты Улетай фериками Ой, недоконтроливает Все, отошел Но Хэппич доедает эту армию Вот, и в целом сейчас разница по лимиту будет небольшая Объясни Нубасу, в чем прикол Арчина Грифони Лимита же в два раза АКПД Меньш Мень Грифон же не шмякает Ну, плюс в том, что это идет хороший транзишн от Арчей в ценного юнита Ну, в более жирного, которого проще контролить ДПС увеличивается Да, и убивает подрывника сейчас 61.75 И что же делать сейчас? Уже растягивает очень хорошо Хэппи Сплитит Финдо Да там пятый ДК Пятый ДК, это Алхимик сейчас может исчезнуть просто Внезапно Вот, смотрите, есть Алхимик И так внезапно, хоп Ладно, лечит Лечит Финдо Не, под вышками здесь Андеда не убить Вообще никак не убить Забейте Сейчас банку пропьет Алхимика убьет, если сейчас не став на него Дестрайера Дестройера умудряется Спасти Феррики не убивают вышки, к сожалению Здесь можно просто полчаса стоять с Ферриками Ничего не будет 67-58 Он старается, реально очень хорошо старается контролить Он не летает бесцельно Он переключается между целями Как только дают возможность Ну, как только не продавит Если он не продавит здесь, он не продавит Это уже будет 1-0 Не дает даже Финда сожрать Третий кипер против 5-4 Просто 3-3 против 5-4 Да Но если бы не было такого неудачного начала у Дайса Здесь нет продолжения в игре, кстати То Могло быть все по-другому абсолютно Если бы он еще вовремя нычку увидел То мог бы сделать гораздо более опасную тайминговую атаку Где-то плюс 15 лимита иметь Очень хорошо Плюс 100 рейнджа Рейнджа у них одинаковая Что у гиппоса, что у арчи Но гиппосы гораздо более практичны, потому что летают И они не толпятся В отличие от арчи И кажется, что Стреляют дальше На самом деле у них тот же самый 700 700 дальности ДПС возрастает Не на 30%, а на 50% У арчика Д 1,5% У гиппогрифа секунда Если я правильно помню Все, они хорошие ДПСеры Еще минус 2 феррика Дайс реагирует очень хорошо То есть вот Да, он не заметил, что Пролетает мимо андеда Но среагировал, по крайней мере, флэером Очень четко Ух, чешется Соби маска Там 6-5 против 3-3 Какие перспективы Какие тут грейды 2-2 Вы с ума сошли Тут алхимик исчезать будет Не хочет тратить ману Потому что там гарантированный став В любом случае Грамотно хэппич играет очень Бриллин Саура Я не обратил внимания Это еще Один гвоздь в крышку Эльфийского гроба Да, Дайс это, кажется, тот самый странник Именно он Экспанд работает В руме говорит Миша, извини Ю поправьте Ю Да, он, говорят Третью базу ставит хэппи Потому что может Штурмует при этом еще экспанд Минус 100 рейнджи И кд 1.5.1.1 Минус 100 рейнджи Минус 100 рейнджи У гипосов Блин, хоть проверяй А их патчили, что ли? Вроде не патчили Или патчили, но очень давно Кд 1.1 То есть 36% дпсов Все-таки не 50 И меньше рейнджа Видимо фикселем Бедный гипосов Раз минус хп А, стафа нет О, инвул Нечем лечиться еще Экспанды нет Дайс пытается что-то сделать Но у него Меньше уже лимитов Хуже героя Полетело большое количество фериков АМШ Алхимик должен умирать Сейчас Свиток хороший Ну тут просто финдов Огромное количество Да Грустно, как эльфы на это смотреть Гэгэ пишет Дайс Без шансов вообще Был, конечно, момент Неплохое сражение В середине игры Но Очень неудачный старт Непроверенный экспанд Экспанд Экспандам все-таки Хэппич убедил Удивил и убедил Дайса Да После фоги Экспандам вновь Посмотрим по времени Сколько там останется Тяновая прическа Я не заметил, к сожалению, разницы Полный мирол какой-то Сейчас Тотак смотрел наверх С таким выражением лица Как будто Как будто Он такой прям правильный, хороший А, там отправлен Да ладно, Азарыч подарил ГГ плюс Шеф СВ Хорош Хорош Как друсь Да, вот этот Наверх Плиз, здравствуй Тут тяжелая картина Для эльфийских Для эльфов В принципе Турнировый играет Хэппи Но сейчас не об этом Разбираем группу Европейского дрипхака Да-да-да Неплохое начало Привет, сегодня какие потенциальные Интересные игры еще будут Ну, следующие два матча Очень хорошие С участием, соответственно Нейтрона И Фогич Нейтрон будет играть с Блейдом А Фогич будет играть с Террором А, тут, кстати, Бо-3, а не Бо-5 Так что мучения По крайней мере, в рамках этой серии Мы долго смотреть не будем Тайт Хантерс Сейчас я один момент попрошу Что-нибудь приготовить Проголодался Абсолютно Абсолютно Есть ли не столько туртолей, для них квалифицировать? Ну, я думал, что это было не очень поэтично, не очень мелодично, знаешь. Я думаю, Тай-Танус лучше. Но не было, что мини-мап должно выглядеть как туртол, так что он был как 4-7, и есть еще несколько туртолей. Да, хорошо. Отлично. Отлично. Ничего не пропустил. Все нормально, живем. Так, Демон Хантер первым героем, респект DICE сразу за изменение стратегии. Соник участвует, говорит, да, отлично Да, Соника Можно будет посмотреть на Соника Судя по названию Дайс Не слишком удачно травят катки против Хэппи Почему? Ой, добил бараком Добил бараком, кажется Знаете, сколько орков в турике? Ноль Ну нет хороших орков у нас, к сожалению В европейском регионе, это европейский дримхак Сейчас не хочется вспоминать, что на последнем турнире в финале было там два эльфа И два эльфа комментили, это и дело еще Пиксель Тигрит, говорит, название стрима не самый лучший Трайя часть 2 Но превьюшка-то, превьюшки не даст обмануть Есть, но они не активны Ну смотрим чего Нет экспанда у эльфа пока что Хэппи собирает спокойно и делает периодически разведку того же самого экспа Если вы увидите, красная точка бегает постоянно на экспе Хэппи на орках фокуса катает Блин, бедный фокус Ох, Lightning Shield убил Арчу Ну кое-как, да, добиваем мы здесь Не, не добиваем второй Дааа, хорошо Угу 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 На этот раз Дайс играет вообще через лорницы, через один барак Через Димку, соответственно Второй герой обычно здесь нага же берется, да, насколько я понимаю Хотя, кстати, возможно, соло-демон это неплохой вариант Я только сейчас подумал, что если ты играешь пассивно через скриппинг То Т3 Т3 соло-демон Потому что, по сути, нага это такой балласт, если ты не играешь агрессивно сразу после Т2 Вот, одинка быстрее будет качаться Ему все хорошо Ему третий хорошо, ему пятый хорошо, ему шестой хорошо В этом есть смысл, кстати Ооо, еще поставил иллюзию Нет, взял панду все-таки Взял панду И будет крепиться, соответственно, с пандарейским пио-варом Димка хорошо мозолит Димка очень классно иллюзией действует Нам не показывают, насколько он Насколько Хэппи за иллюзией бегает на базе Реально, он верит, что это настоящий человек Ха, неплохо А, там Т2 был такой припозднившийся Я что-то думал, что там уже делается играть на Т3 А он пока что только-только на Т2, действительно И без экспанды Три оф и Тонити сейчас Не очень быстрые медведи Это выход в Т3 Я не знаю, почему так поздновато у него Т3, если честно Потому что если эльф играет с одной базы С одного барака В минимальное количество проходящих арчей Он вроде как не отстает по грейду По крайней мере, настолько не должен отставать От андеда по тиру Ну, видимо, из-за чуть более позднего грейда Чуть-чуть завтыкал И двух лорниц Обычно, если играют прям четко в Т3 То есть, это лорница Одна грейд на Т3 И вторая лорница Или даже иногда грейд, а потом две лорницы Если совсем не нужны дриады Переходящие Ну, раны, по крайней мере Трушетауру упадает имбовая Сейчас хапачум Показывает рушот Молодец, опс Выманивает Выманивает с дриады Какая разница, здесь можно есть Морлок здесь такой плотный очень Он маленький, но у него здоровье, как у Огра здорового Там 750 еще, кажется, армор есть Синенький попроще Не-не-не, дай Сектоид Дай, дай Сектоид Наш человек Димка хорошо харасит Делает берны Все нормально Старается Панда крепится Все вообще по классике делает дайс По правильной классике Но если мы не говорим о новой мете через козла То То Дима Панда Дима Нага И пошли первые мишки Он проклипился в этот раз лучше, чем Андетт Представляете? Акалит проходит Очень провокационный Акалит на самом деле Неужели в Хэппе без всякого типа преимущества будет строить базу? Но Акалит прям провокационный Спрятал Возможно, это фейк Что нужно проверять это Нужно планировать Инвул вынужден сейчас был юзнуть Это плохо Так, друзья, улича, трушот Запоминайте, записывайте Две перчатки скорости, большой инвул И арба, конечно же И эльф идет, соответственно, на нычку, которой нет И теряет время, соответственно, из-за этого по криппингу И теряет, соответственно, красную точку сверх Ошибка Ошибка А инвул он диспл на того, кто под инвулом Инвулом под... Делать диспл... Нет, инвул не дисплеится Инвул вообще все равно Это такое состояние Во-первых, ты с тебя снимается, все И ты никак не можешь воздействовать Ни магически, ни физически Это прям неуязвимость Все, телепортируется, хэпич Ой, хороший Берн Начинает дайс очень хорошо Вины пары дыхания Вообще, арчу, если стафанусь Прорывается к одной арчи Неплохо Минус три арчи, правда, уже Дыхание прекрасное, но... А сейчас минус лич можно сделать А там большой инвул Минус финт Очень хороший контроль и от дайсы И от хэпича Сверху дафиндов можно Раз, доконтролил четвертый пан Не, очень хорошо дайс играет Ворвался сейчас очень хорошо, друзья Ну, правда, по лимиту так не скажешь Ой, спасибо большое Ой, какая вкуснятина У нас будет пауза после этого матча, друзья А пока будет пахнуть вкусно Спасибо большое Чайку бабахнуть Не, лучше обычный Да, панда ворвалась в превосходную Сейчас, правда, экспант под ударом Да какое? Успевает Ооо, сейчас опасный момент, друзья Ну, нычка отменяется по-любому И телепорт Ну, Берн еще надо прописать Молодец Вот дайс С точки зрения микроконтроля Мне нравится больше, чем текущий Фогич Надеюсь, Фогич сейчас не слушает То есть У него как-то У него меньше Хотя нет, еще рано говорить О каком-то там понимании На основе Двух свеженьких игр, которые мы с вами посмотрели Вот, потому что в Фогича мы просто больше значительно смотрим Но с точки зрения микроконтроля Он, ну, не смотрится как эльф, умирающий просто от Императора постоянно Ну, то есть он умирает от него, но Бой был хороший Косолапый Косолапый Привет Ну, в этом матче Оба наши Как бы В Хэппи ведет 1-0 У Дайса шансов очень мало Как бы Выбирай по расе Следующие два матча Гораздо более интересные Там Играет, соответственно, Фогич против террора Поляка Или поляка Поляка, наверное И Нейтрон Против Блейда Блейд тоже Скорее наш Чем не наш У Дайса была Именно на этой карте Только одна Такая Более-менее серьезная проблема Ну, за исключением Там, возможно, отданных медведей Во время сражений Но их там реально сложновато Арчи там, скорее, а не медведи Это то, что он Он пошел на нычку Отдав красную точку Не сделал разведку То есть у нее там висел висп Он мог проверить А не идти в атаку И все-таки Посражаться за красную А так он фактически Отдал Телепорт На красную точку Почти пятая панда Как же Хэппи четко делает разведку Да даже без типи Там серьезная пошла уже Напруга У Хэппи еще прям Он очень сильно Погружается в игру Взял второй стаф Ну, молодец Дайс, молодец Ну, сидит правильно На лимите 50 Пытается сделать нычки Все дососал, что нужно Панду почти до пятого Прокачал Я допускаю, что Вообще сражение Когда... Хотя Хэппич просто сидит На лимите 50 Он же баньшами выйдет И тогда начнутся серьезные проблемы Ну, с переманиванием там медведей С рыком появляющимся С Аймшой против панды, например Какой форс с ТП? Там два героя пустые Ну, что за... Да, это было хорошее разделение юнитов Все, Хэппи сидит на лимите 50 Ждет сигнала на выход Делает разведку постоянно Не дает делать базу Хорошая тоже игра очень Кстати, может Да Да нет, мана у него Ну, бьет спокойно И уйдет Еще гульку может подрезать Дрятки очень хорошо работают Мне нравится, как контролит дайс И берныш Молодец Просто Вот это... Вот это очень хороший был Под контроль Молодец, дайс А сейчас я не понял, зачем выходит из лимита дайс То есть он реально думает, что сейчас можно штурмануть С плюсом по лимиту Андейдовскую базу Ну, пусть с МГ, конечно Вот Хэппи должен сейчас Среагировать То есть он должен поймать момент, что Хватит халявить Вот сейчас он, если он увидит армию эту То все Уже должен выходить Не видел, он бегает за Димкой Это может быть ошибкой Ну, два пустых героя Сейчас хоп и налево поворачивает армию эльфа И на базу направляется Зачем он бегает? Беготня бестолковая Сталфейт виспам, молодец Да, он увидел, что выходит из лимита И я удивлен, что дайс начинает бегать просто лимитом Если он выходил из лимита, то зачем сейчас? Если не атакует Да, Хэппи увидел, что за ним там Три Малтон Джайанта Рейнджерка вгоняется Вкупе с тремя-четырьмя медведями Двумя дрядами Двумя предыдущими героями Это как раз те самые 70 Очень четко делают Все, и сейчас отстраивает свои 70 А то и больше У Зиграта у него под 80 вообще А сколько золота осталось? Рейнджерка против Банши как раз тоже Грамотная взята Рейнджерка один из немногих третьих героев Который на данной стадии Можно вообще брать против Андеда Потому что ее нюкать сложнее И польза ее очевидна Но шансы еще есть По крайней мере будет сражение одно масштабное Там 70 на 70, 80 на 80 Но надо посесс словить Сайленсом И виспов еще подтянуть бы Хотя, блин, у него этого леса нет Нормально Да, если заберет эту карту Вообще никак не easy То есть шансов где-то здесь 85 на 15, я бы сказал Ладно, 80 на 20 В пользу Хэппи, естественно Если, конечно, Дайс не умеет Еще круче контролить На больших лимитах То есть еще лучше, чем он контролит сейчас То-о-о-о Согласен О-о-о Очень хорошая Выдвигается армия 78 на 78 По грейдам 3-0 На 2-2 Судя по иконкам сверху Это будет жестко Пошли Реджон Погнали Панда сразу нюкает Не делает Берн Очень много проблем у Дайса С контролем сейчас Пятая панда Панду нюкает Он умирает С инвулом С камнем жизни Дайс потерялся абсолютно Все это гг Паузу делаем На перекус Вы смотрите сами На это Ваши Адимхар Будет Не использовав Тп Игра Илла Игра 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 Ваши Три Паузу 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 Вот Паузу